Чтобы чувствовать себя как дома на любой планете, нам нужны четыре важнейших элемента – воздух, вода, земля и огонь. Я расскажу вам, как добыть стакан воды на Марсе, как вырастить там салат, зарядить телефон, не получая астрономических счетов за электричество, и даже сгенерировать свежий воздух. Что если я скажу, что на Марсе есть океан? Конечно, вы мне не поверите, но когда-то океан там был. Ученые считают, что почти треть планеты была покрыта океаном под названием Океан Бореалис. Когда-то, давно, около 4 миллиардов лет назад, климат на Марсе был теплее, а атмосфера плотнее. Но со временем климатические условия сильно изменились, и некогда бесконечный океан испарился в атмосферу. По оценкам, полностью испарилось лишь около процента всей воды, а 99% все еще заперто на Красной планете. Значит, там есть два источника воды – ледяные полярные шапки и камни. С ледяными полярными шапками все ясно, поскольку у нас на Земле есть то же самое, но камни, содержащие жидкость. Моя соковыжималка бы этому не обрадовалась. Давайте изучим эти камни. Для начала на Марсе есть, по крайней мере, четыре типа гидрогенных минералов. Первый – это гидратные глины, состоящие из кремния и кислорода. И самое интересное в них – то, что они могут содержать магний и железо, что пригодится, когда мы начнем обживать Марс. Далее следуют гидросульфаты на основе серы. Не надо кривиться, я знаю, что вы подумали о запахе тухлых яиц, но он типичен для сероводорода, а не просто серы. В этих минералах вода включена прямо в их химические формулы. Далее следует гидрослюда, в формулу которой также входит вода. Карбонатные соли, найденные на Марсе, не содержат H2O, но они образуются только в том случае, если рядом есть вода. Поэтому они подтверждают, что когда-то здесь был океан. И если ученые не придумают, как извлечь воду из этих пород, у них есть запасной план. В 2020 году исследователи обнаружили источники жидкой воды, которые могут быть частью огромной сети подземных соленых озер. Так что, я думаю, мы найдем способ обеспечить себя водой на Марсе. Нам нужно либо найти эти источники, либо изобрести технологически продвинутую соковыжималку, чтобы выжимать воду из камней. Красная планета кажется безжизненной пустыней, где ничто не может расти. Но это заблуждение, так как в последнее время появились новые сведения о сельскохозяйственном потенциале Марса. В 2022 году группа ученых совершила невероятное. Им удалось вырастить земное растение на Марсе. Уточняю, речь не о том, что они вспахали Марс, полили его, добавили удобрения и терпеливо ждали, когда появятся первые ростки. Они экспериментировали на Земле, но условия, которые они создали, были марсианскими. Для роста растениям нужны почва, вода, пища и солнечный свет. Пищу и солнечный свет можно создать искусственно, поэтому в своих экспериментах ученые сосредоточились на почве и воде. Марс не может предложить многого в плане почвы, но он богат базальтом. Растениям не нравится жить в базальте, поскольку в нем мало питательных веществ, но некоторые из них менее привередливы, когда дело касается почвы. Как мы уже знаем, с водой на Марсе тоже проблемы, но ее можно найти в ограниченных количествах. Тем не менее, она не подойдет для сельскохозяйственных нужд из-за своего химического состава. Если коротко, она слишком соленая. Чтобы приблизить эксперимент к реальности, ученые начали искать возможные способы опреснения воды. Они добавили бактерии, известные как синихококи. И хотя уровень солености резко снизился, этого все равно было недостаточно, чтобы удовлетворить привередливые растения. К счастью, у ученых был план Б, и он сработал. Они взяли обессоленную бактериями воду и процедили ее через базальт. Полученная вода подошла для растений. Но это только теория. Давайте посмотрим, что мы сможем вырастить на Марсе. Ученые экспериментировали с репой, салатом, редисом и люцерной. Сначала репа, салат и редис отказались расти в базальте и питаться отфильтрованной водой. Но затем пришла очередь люцерны, и результаты порадовали ученых. Растение хорошо себя чувствовало в марсианских условиях. Казалось бы, это логическое завершение эксперимента. В конце концов, люцерна довольно крута. Она богата витамином К, в ней есть витамин С, некоторые витамины группы В, цинк и фосфор. И вы можете нагуглить кучу отличных салатов с ростками люцерны. Но у нее есть еще одно свойство, которое может полностью изменить ход игры. Благодаря глубокому корню, люцерна поможет зафиксировать азот в почве. Поэтому, как только ученые собрали первый урожай марсианской люцерны, они тут же посадили репу, салат и редис. На этот раз урожай оказался намного лучше, и ученые даже получили то, о чем и не мечтали. Урожайность репы выросла на 311%. Думаю, у люцерны есть все шансы стать звездой терраформирования Марса. А вот и плохие новости. Несмотря на то, что теоретически на Марсе можно пить воду и есть свежий салат, в настоящее время на Красной планете почти нет возможности насладиться свежим воздухом. Вы заметили, что я сказал «почти». Несмотря на то, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, мы уже знаем, как производить там небольшое количество кислорода. Знакомьтесь, марсианский эксперимент с кислородом – демонстратор для проверки возможностей выработки кислорода из его атмосферы. Но вы можете называть его Мокси – маленький помощник, который работает вместе с марсоходами. Ему уже удалось произвести 5 граммов кислорода. Это может показаться пустяком, но 5 граммов кислорода хватает на 10 минут дыхания. Пока Мокси предназначен только для научных целей. Но он действительно может помочь в осуществлении миссии на Марсе. Ведь проще производить кислород прямо на месте, чем транспортировать его с Земли на Марс. На данный момент Мокси недостаточно мощный, но как только ученую совершенствует его спускаемый аппарат, ситуация с воздухом на Марсе изменится. Чтобы огонь горел, нам нужна одна важная вещь – кислород. Но мы не хотим тратить результаты тяжелой работы Мокси, особенно если есть альтернативы. Исторически люди использовали огонь, чтобы приготовить пищу, согреться и отпугнуть незваных гостей, таких как соблезубые тигры. Сегодня мы можем использовать электричество, чтобы приготовить пищу и согреться. И на Красной планете нет ни одного соблезубого тигра. Итак, давайте посмотрим, как люди смогут вырабатывать энергию на Марсе. Существует несколько вариантов. Солнечная, геотермальная и ветровая энергия могут быть использованы на Марсе почти так же, как на Земле. Солнечная энергия выглядит многообещающе, но она не будет такой же эффективной, как у нас. Марс получает лишь 43% солнечного света, который доступен на Земле. Поэтому производство электроэнергии таким способом потребует больше усилий. Не забывайте о пыльных бурях, которые на Марсе не редкость. Во время них солнечный свет блокируется. Поэтому, если мы будем полагаться на солнечную энергию на Марсе, нас ждут периодические отключения электричества. Следующая проблема – сезонные колебания. Поэтому мы сможем пользоваться солнечной энергией только в течение нескольких месяцев марсианского года. И, конечно же, никакой солнечной энергии ночью. Этот вариант может сработать, но он должен сочетаться с какой-либо альтернативой, например, с энергией ветра. Ветряные турбины смогут работать во время пыльной бури и ночью. Кажется, что эти два источника – идеальное сочетание, а геотермальная энергия станет отличным запасным вариантом. Она может работать на Марсе даже лучше, чем на Земле, по нескольким причинам. Во-первых, атмосферное давление на Марсе ниже, поэтому можно генерировать большее количество пара для привода турбины. Во-вторых, температура поверхности Марса меньше, и это тоже может помочь, так как увеличит эффективность в силу законов термодинамики. В-третьих, не нужна вода. Вместо нее можно использовать жидкий углекислый газ. И, в отличие от воды, жидкий углекислый газ бесплатен.